Школа, магазины у дома номер 6 по улице Пирогова всегда многолюдны. Это видно не только невооруженным глазом, но и через объективы видеокамер. Есть они и на фасаде дома, и внутри. О своей безопасности в этом товариществе собственников жилья начали задумываться давно. Установили металлическую дверь в подъезде, затем кодовый замок. Этого оказалось недостаточно. И решение установить видеокамеры одобрили практически все. Но зато и результаты сделанного могут увидеть все, и не только жители подъезда. Изображение идет напрямую в ситуационный центр. Если оператор заметит что-либо подозрительное, сразу сообщит в полицию, либо в пожарную службу. Что происходит у дома, в подъезде, на этажах, могут видеть через компьютер или телефон и жители квартир. Деньги на установку камер, подключение к системе накопили, собирая плату с провайдеров. У нас проходил этот ремонт. Мы специально выделили отдельный шкаф, в котором потребление электричества общедомовое идет отдельным счетчиком. Как правило, провайдеры оплачивают потребление электроэнергии согласно счетчиков. И плюс еще платят за аренду данного оборудования. Есть два варианта подключения к системе. Установить камеры и прямо в доме разместить сервер. Изображение пойдет в ситуационный центр, но жители дома смогут в любой момент сами пересмотреть записи. Другой вариант, менее затратный, делать все через сервер интернет-провайдера. Когда видит человек, что там снимает видеокамера, то он уже меньше вероятно, что он совершит какое-то правонарушение. Сроки поставлены сжатые. До конца лета, в этом году до конца лета по максимуму оснастить дома видеокамерами. Видеокамеры на домах дополнят систему «Безопасный город», которую создали накануне Олимпиады. Кстати, в доме 6-2 на Пирогово уже успели оценить нововведение. Недавно случайно зашедший человек повредил гидрант. Несколько квартир могло затопить. Но происходящее увидели сразу, благодаря камере. Злоумышленника задержали, имущество не пострадало. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.